Всем привет, это Бостон. Прогуливался я по тестовому серверу и случайно увидел, как играет топ-1 ААМОН на тестовом сервере. Вообще, этот ассасин должен был выйти в этом месяце, но так как в честь пятилетия Мунтона раздают нового героя бесплатно, имбу ААМОНа решили придержать еще на месяцок и выпустить вместо него Флорин. ААМОН — это новый ассасин, брат Госсена, но геймплей на нем явно проще. Он может входить в невидимость. Невидимость у него не такая, как у Наталии, а примерно такая же, как у Лесли. То есть враги его видят полупрозрачным и не могут выбрать в цель. А свою невидимость он получает после применения любого скилла. При этом в невидимости он еще и восстанавливает себе ХП. Также, как ты мог заметить, у него есть пассивка. Он собирает клинки и с помощью них наносит дополнительный урон с автоатак или с ульты. Да, конечно, он еще не скоро выйдет на основной сервер, но на тестовом он сейчас им будет. Играет он практически всегда в лесника. И, кстати, крепится он очень быстро. Он не чем-то напоминает Карину, только он быстрее передвигается по карте за счет своей пассивки, а не за счет первого скилла, как это делает Карина. Ну и опять же, после выхода из невидимости он наносит дополнительный урон. И опять это очень похоже на первый скилл Карина. Но в остальном, на мой взгляд, он поинтереснее Карины. Во-первых, за счет того, что у него очень хороший отхил. А во-вторых, его ульта также бьет по площади, но при этом ее можно использовать дистанционно и не обязательно рисковать своей жизнью. Ну и плюс к этому его ульта, конечно, нереально красивая. Топ-1 Амон играет в тиме и на мифической славе. Хотя на тестовом сервере уровень игры, конечно, немного ниже, чем на основе. Просто из-за того, что на нем играет меньше игроков. По рекомендованным билдам у Амона есть два варианта. Сборка через райское перо и сборка через теневые клинки. Естественно, бурст урон будет выше с теневыми клинками, но крепится в лесу быстрее будем с райским пером. Вот, кстати, сейчас Кусака не смог подбросить Амона из-за невидимости. Ну вот как-то так, урон очень высокий. У Амона нет возмездия, поэтому бить синий баф бесполезно, пока рядом линк. Линк его просто заберет своим возмездием. Но Хиллос все равно мешает вражескому лингу. После каждого убийства Амон еще раз входит в инвиз. И после выхода из инвиза наносит дополнительный урон с автоатак. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну конечно, счет уже 18-7. Можно потихонечку давить, отбирать вражеский лес и наращивать преимущество. Вот уже лингу. Не забрать синий, у нас есть возмездие, да и он не очень хочет. Ему бы сейчас отсюда убежать, но нет, все, не убегает линк. Омон увидел, что на верхней линии одна Кими, естественно бежит к ней. Я бы сказал, что у Кими не было вообще никаких шансов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, имвиз после убийства очень сильно облегчает жизнь ОМОНу. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ну вот примерно такой жойстик происходит на тестовом сервере. Надеюсь, его не очень сильно понерфят до выхода на основу, и на нем можно будет немного повеселиться. Но на самом деле некоторые герои ему все еще могут дать отпор. На этом все. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok